Человек должен действовать психически в той среде, в той атмосфере, в которой дала ему природа возможность активно жить. Так, женщина, допустим, она здоровенькая, становится счастливенькая, если вот этот канал и Донади функционируют на полную катушку. Например, с ним связаны гормональные функции женщины, а с гормональными функциями связаны работа предатков, есть боли во время месячных или нет этих болей, можно рожать детей, могу рожать наших детей, не могу. Мне хорошо, спокойно жить или беспокойно, я чувствую себя активной, красивой девушкой или некрасивой. Красота некрасивая, гормональная работа, все это связано с деятельностью вот этого канала и Донади. Этот канал определяет, что женщина должна делать в жизни больше, а что меньше. Вот, например, женщина должна больше в жизни заниматься деятельностью, связанной с семьей, с друзьями, с подружками, с родителями. Также с заботой об обществе, допустим, взять даже женские специальности, это обучение детей или вообще людей, обучение. Дальше забота, допустим, приготовление пищи, дальше можно быть нянечкой, допустим, можно, если у тебя, допустим, руководящая должность, можно руководить школой, допустим, или социальная деятельность, забота о территории, там, деревца сажать, цветочки, забота о старых, о детях, беспризорных, там, больница, забота о больных людях, там, и так далее. Это все женская сфера жизни, там, где нужно применять энергию заботы, ласки, внимания, любви. Это то, чем женщина должна заниматься, но больше всего она должна это делать в близких, родственных отношениях. Потому что родственные отношения очень сильно зависят от этой женской силы. Мужчина нет никакой силы поддерживать отношения с родственниками, с родителями, с детьми. Это все энергия женщины. Женская энергия создает теплоту в квартире. Кровать, она не флажками, а цветочками. Флажки – это мужская энергия, цветочки – женская. Обои, цветочками, шторки, цветочками. Все имеет такой мягкий, обтекаемый контур. Кровать не прямоугольная такая, как бы. И так далее. Все очень мягко и красиво. Это женская энергия, не мужская. Если мужчина, допустим, перестановку сделает в квартире, что-то поставит по-своему, то придет немножко времени, и все встанет так, как женщина хочет. Назад. Женщина прибирает квартиру по-своему. Мужчине надо находить, где лежат вещи. И потом они будут там же лежать все время. Он уже привыкает к этому. Так, смотрите, интересная вещь, что женская энергия, она имеет определенную природу. То есть она предназначена для поддержания теплоты в обществе, в атмосфере. То есть женщина создает теплоту. И это очень важная вещь. Потому что когда женщины заняты на производстве в основном, то теплоты в обществе становится меньше. В результате становится меньше отдыха. Потому что отдых мужчин, отдых детей зависит от этой женской теплоты. И сама женщина также отдыхает в этой же энергии. Если взять, допустим, женщину, любая женщина знает, что побыть вместе с женщинами очень хорошо для восстановления женских сил. Что иногда просто мужское окружение, оно выматывает и просто нет уже силы и энергии. Нужно пообщаться с женщинами для того, чтобы просто успокоиться, отдохнуть и восстановиться. И вот если говорить о вредных привычках, вот это вот желание выпить, например, это нехватка женской энергии. Потому что бутылка тоже женскую энергию имеет. Когда не хватает теплоты в обществе, тогда люди эту теплоту восполняют с помощью спиртного уже. Я как-то читал лекции в Сан-Франциско, вышел на улицу, смотрю, нет людей. Машины одни ездят. Я говорю, а у вас кто-то пешком-то ходит вообще по улице? Да нет. А как вы, говорю, знакомитесь, общаетесь по телефону? Люди не видят друг друга, понимаете? Холод в отношении. Мы живем с соседями, не знаем, кто рядом живет. Создается тяжело очень даже жить на площадке в таком холодном. Это означает отсутствие женской энергии. Мы часто в Москве переезжали, когда там жили. И у меня жена, когда она приезжает в какое-то место, она сначала пусть тепла пироши, звонила. Соседка открывала двери, она говорила, попробуйте, мы тут приехали к вам, попробуйте вкусно или нет из пекла. Она попробовала, ну а там, то-то-сего, там капусты не хватает, всего-сего. Потом она пекла еще раз, как она хочет. И она уже, ох, вот это нормально. Возьмите, пожалуйста. Год после этого сосед здоровается, улыбается. Отношения установились. Теплота в отношениях. Люди любят друг друга, потому что кто-то кому-то что-то подарит. Все, простая вещь. Представьте, мужчина звонит соседу, говорит, слушай, попробуй пирошки, у меня не знакомы совершенно. Видите, не работает система, так? Это женская энергия действия. И в ту культуру, в которую мы уже забыли, в которую мы считаем аборигены жили, нецивилизованные люди, в эту культуру, в этой культуре обучали женщин жить женщинами, быть женщинами. Были женские гимназии, институт благородных девиц, там и так далее. Понимаете, женщины обучали быть женщинами, чтобы они активно функционировали как женщины, потому что женщина отличается от мужчины. Она должна по-другому уже вести себя. Когда женщины очень тепло ведут себя, то мужчины тоже очень счастливы. Например, вот эта старая русская песня. Выйду на улицу, гляну на село, Девки гуляют, и мне весело. Ну, то есть, представьте, такая, хорошо, на улицу вышел, деревня. Вот, девки гуляют, и пить уже не хочется, потому что и так весело. Понятно, да, система? Понимаете, о чем я говорю?